Только что закормил, там так херачит, ё-моё, у меня поплавок поплыл. Есть сазанчик, сазанчик есть. Ой, блин. Потом, как шандарахнуло, я тут, ё-моё, отличный, отличный сазан, блин. Мало того, что этот тянет, так ещё и этот тянет. А потом оборачиваюсь, а у меня поплавок в камышах. А подсак в другой стороне, твою ж мать. Ладно, будем пытаться без подсака, может. Мне бы сейчас, если честно, вот две поплавочки вполне достаточно было. Я бы уже, вот смотрите, смотрите, отличная рыбка. Сейчас мы пойдём в магазин рыбожор, купим прикормку, какие-нибудь интересные насадки. И выезжаем ловить огромных личных монстров. Нам идти прямо до конца, и там магазин рыбожор. Так, едем ловить карпа, значит берём что-то на карпа надо. Вот такие вот различные пуфики. Посмотрим, отлично как-то работали. Итак, целый пакет набрали, ещё рогатки такие купили. Смотрите, что ещё взял. Вот такие вот мини бойлы кукурузы. Итак, друзья мои, наконец-то, фу, блин, слипни. Приехал я на наше рыболовное место. Смотрите, сколько у меня причиндалов. Значит, закидухи, поплавочные удочки. Здесь у нас прикормка различная. Еда ещё. Взял в рыбожоре, купил такие пусики. Будем на них ловить. Есть у нас здесь наши крокодилы. Это такие донки. Ну ладно, потом раскрою, покажу. Так, местечко у меня вот такое небольшое. Озерцо. Значит, здесь закинем по бокам поплавочной удочки. Прямо кинем закидухи крокодилы. Рыба обитает разная. Есть сазанчик, есть ленёк, есть карасик, плотвичка. В принципе, всё, что нам интересно, то здесь водится. По этому поводу раскладываюсь потихонечку, не спеша. Время сейчас около часу дня. Пасмурно. Июль месяц. К вечеру должны прийти огромные озёрные монстры. Ну а пока что надо всё подготовить. Я думаю, в течение часа я здесь обустроюсь, разложусь и вам всё покажу. Так, здесь опарыш, насыпал комбикорма, кукурузы, ну и магазинные прикормки. Ну а что за прикормка, говорить не буду, дабы не было рекламы. Не хочу никого рекламировать. Как-то вот так. Ладно, подождём, пускай набухнет. И начнём вскоре забивать в кормухи. Вот такую купил в магазине кукурузу. Мои закидухи заброшены. Сейчас расскажу про них чуть поближе. Но пока что займёмся поплавочной. Закинем одну поплавочку, потом вторую. А потом начнём заниматься нашими донками. Вот так у нас это будет дело выглядеть. Забрасываем поплавочную удочку. Number one. Вот так вот, под камышек. Где огромные линии обитают. Друзья мои, только что, пока разматывал вторую удочку, смотрю, у меня поплавок. И ушёл. Ну, потом, правда, всплыл. Ладно, я уже думал, первый огромный линь или сазан будет. Но немножко придётся подождать. Но всё-таки мы его поймаем. Рыболовное приключение. С нами всегда клёво. Всё, начинаем мы ловить на наши закидухи. Вот такая кормушка пойдёт первая. Купил я эти кормушки со снасткой, сразу готовые в магазине рыбажор. Сейчас мы будем её забивать прикормкой. Два крючка здесь. Вот так вот, смотрите, шикарно прикормочка лепится. Много не надо, красивенько, не спеша. Вот так вот мы это сделали. Вот, готово. На один крючок вот сюда. Сейчас мы наденем, как я уже показывал, в обычном магазине Европте. Купил вот такую кукурузу. Надеваем на один крючок мы кукурузину. На второй крючок решил я надеть. Тоже в рыбажоре купил вот такие мини бойлы плавающие. Здесь идёт вот такая резиночка. Крючочек вот так под резинку. И вот так. Всё. Кукуруза и бойлик. Забрасываем. Отлично. Ну и самое главное. Сейчас покажу. Вешаем наши колокольчики. Всё. Один готов. Сейчас забрасываю второй. Покажу вам оснастку. Смотрите, здесь три крючка. Три вот таких небольших кормушечки. Три крючка. Здесь на конце грузик. Тоже бросаем буквально метров пять где-то в сторону отойдём от этой закидухи. Сейчас забью корм. Покажу вам всё. Наденем сюда тоже кукурузу. Наденем, может, пенопласт. Пусик наденем и забросим. Блин, не успел заснять. Вот такая первая рыбка краснопёрка. Как повела, только забросил, отошёл к этим закидухам посмотреть. Тут же поклёвка. И первая рыбка. Ну что ж, первая отпускаем. И ловишь дальше. Клёвка. Есть, есть рыбка, есть рыбка. Чё это у нас такое? Блин, на жудочке сложилось. Что это у нас, друзья мои? Я думал, канадский сомик это ленёк. Смотрите, какой маленький ленёк. Ай, красота. Кукуруза и опарыши. Я сто лет таких мелких не ловил. Вот это да. Сейчас я вам покажу поближе. Смотрите, какая красота. Супер. Разных леней ловил. Но таких малюпасиков ещё не попадались. Красавец. Ну ладно, давай, плыви. Расти, дружок. И радуй других поклёвками. Ну что ж, мелкая краснопёрка. Мелкий ленёк. Пора укрупняться. Давайте. Сейчас подойдут под вечер вот такие дедушки и бабушки. Смотрим. Только отпустил ленька. Как заметил, что и на второй удочке поплавок ушёл в камыше. Даже не успел включить микрофон. Итак, друзья мои. Первый карпуша. Небольшой такой, смотрите. Ну, с ладошку будет. Ништяк карпик. Тише, тише, тише. Отлично. Конечно, ещё не совсем отлично. Как карась ладошечный. Но всё же поклёвка под воду и пошёл, и пошёл. Ладно, давайте подождём, когда наши будут фидора уже звенять. Вернее, донки звенеть, поплавки улетать. Всё это впереди. Вот такой вот карпик. Ну что ж, продолжаем. Ветер поднялся. Просто дичь какая-то. Невозможно поплавки гонит туда. Фидеры, вернее, фидеры, закидухи. Тоже шнур начинается дугаять. Короче, рыбалка трудовая. Плюс ещё пытаюсь на вот этот телефон поклёвки вам снимать, друзья мои. Очень получается тяжеловато. По этому поводу поставьте лайк, дабы мои труды были оценены. Кстати, насчёт телефона. Я же себе новый телефон приобрёл. Сейчас я вам покажу, какую тему я купил. Ребята, вы просто офигеете. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Больше месяца я искал себе смартфон, чтобы подходил для моих рыболовных приключений. И увидел, в конце мая компания Dodge представила свой новый защищённый смартфон под названием S-Punk. Давайте посмотрим, что у нас в коробке. А далее проведём различные тесты с ним. Итак, вот здесь у нас сам смартфон. Это у нас кабель Type-C на Type-C. И вот отличное зарядное устройство на 33 Вт для быстрой зарядки. Переходим к смартфону. Снимаем транспортировочную плёнку. Защитное стекло наклеено сразу с завода. Особенность этого смартфона заключается в крупном динамике со встроенной RGB-подсветкой, расположенной на задней панели. Внешний вид динамика напоминает изменённые лопасти самолёта. Основная камера в смартфоне 50 плюс 2 мегапикселя, а фронталка 16 мегапикселей. В данный момент съёмка ведётся именно с этого смартфона. Также фотографии получаются отличного качества. Плюс тут очень много различных настроек. Каждый сможет выбрать именно тот режим, который ему подходит для фото- или видеосъёмки. В качестве операционной системы используется новейший 14-й Android. Этот смартфон способен непрерывно воспроизводить видео в течение 22 часов. При максимальной яркости оснащён громким 34-х миллиметровым динамиком. Смартфон имеет три стандарта защиты. IP68, IP69K и MIL-STD810H. Для рыбалки и охоты это то, что надо. Доступно 6 гигабайт оперативной памяти, которую можно расширить до 16 гигабайт с помощью быстрого накопителя UFC 2.1. Смартфон оснащён дополнительной боковой клавишей, на которую можно назначить различные действия. Над этой кнопкой находится слот для двух nanoSIM-карт или одной nanoSIM и microSD-карты. Ну а с другой стороны находятся раздельные клавиши регулировки громкости и кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Внизу смартфона расположен разъём Type-C с реверсивной зарядкой, скрытой под заглушкой, а также микрофон. Качество динамика впечатляет своей громкостью и качеством. Его можно даже сравнить с небольшой музыкальной колонкой в корпусе смартфона. На задней крышке смартфона можно заметить продольный элемент, который также выполняет роль индикатора, светится разными цветами в зависимости от типа уведомлений или зарядки батареи. Смартфон оснащён экраном с диагональю 6,8 дюйма, изготовленным по технологии IPS с разрешением 2408 на 1080 и частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 20 к 9. Dodge S-Punk имеет не только большой и громкий динамик, но и аккумулятор ёмкостью 10800 мкАч. Общее время зарядки составляет 1 час 50 минут, что является хорошим результатом для батареи такого размера. Итак, друзья мои, а теперь самое интересное. Мы идём проверять его, как он будет у нас в воде себя вести. Ну что ж, пыль и влага защищён, и всё вроде закрыто здесь. Как бы, вроде бы, должно быть окей. Ну что, погружаем. Итак, сейчас я вам сниму, покажу, что на самом деле там снимает камера. Запись идёт на телефоне. Сейчас мы всё это дело проверим. Опыта подводных съёмок на телефон у меня не было. Поэтому, вместо того, чтобы поставить телефон и наблюдать, начал я с ним под водой гоняться за рыбками. Картинка трясётся, но рыбок рассмотреть можно. Рыба в музон врубили. Самое, что интересно, слышно, как музыка играет. Вот тихо, давайте послушаем. Я думаю, вы видели всё сами. Телефон просто космический. Под водой даже музыка играет. Фото-видеосъёмка под водой делается. Батарея 10 тысяч ампер часов. Быстрая зарядка. Ну, мечта для рыбака, да и не только тех, кто любит отдыхать на природе. Выезжает надолго. Этот телефон должен быть у каждого. Ссылочку, где я его покупал, оставлю в закреплённом комментарии в описании. Заходите, читайте, смотрите. Да, в принципе, я думаю, вы у меня уже всё прекрасно видели. Как этот телефон себя поведёт, если вы попадёте под дождь. Если он у вас упадёт в воду. И ещё приятный бонус. Телефон только появился в продаже. Он стоит совсем недорого. Я уверен, что такого телефона с такими функциями, с такой батареей, чтобы можно было снимать под водой, вы вряд ли за такие деньги найдёте. Заходите, посмотрите цену, вы будете приятно удивлены. Итак, друзья мои, ну что ж, отлично. Хоть и перелом погоды. Дождик моросит. Вчера плюс 30, повторюсь ещё раз. Сегодня 21, но рыбка клюёт. Краснопёрка, линёк и в конце небольшой карпик. Посмотрим, что-то наши донки сейчас переброшу. Не хотят себя проявлять. Поплавочки уже порадовали на одну линя, на вторую сазанчика. Ну, краснопёрку не в счёт. А вот донки глухо. Ладно, опять дождь начинается. Сейчас пройдёт и попробую перезабросить, посмотреть, что на них творится. Может, объедало уже, а я не видел. Будем ловить до темна. Рыбалка будет. Будем надеяться, что вечерком ветер притихнет. Блин, я уже зацепился за камыши, порвал удочку, переоснастил, по-новому забросил. Опять зацепился, но вроде бы нормально. Эти камыши хочется кидать поближе к камышу, но зацепы сплошные. Плюс на дне ещё камыш. Очень тяжело ловить. Но будем как-то справляться, смотрим. Блин, только что вот этот как влупил, аж чуть ли не перевернулся. А я в это время как раз поплавочку перезабрасывал. Здесь сидел, надевал опарыши, только слышу, ба-бах, кидаю удочку, бегу туда, вытягиваю, ни хрена нету. Но влупило капитально. Блин, там висел вот этот вот пуфик и кукуруза. Кукуруза на месте, а вот этого уже не было. Так что отлично пуфики работают. Ветрище просто дичь какая-то, невозможно. Уже два раза запутал поплавочки. Туда в корчи гонит за камыши вот эти. Просто невыносимо. Жду уже, когда этот ветер закончится. Но не знаю, дождусь ли пока что не получается. Наверное, поплавки пока не буду забрасывать, чтобы зацепы, обрывы, ну его нафиг. Опять на поплавок поклёвка. Поймал только что вот такую плотвичку. Ветрище просто жусь, спятался в камыши. Скатал вот такая прикормочка. Смотрите, сколько всего и кукурузка, и опарыш. Один шар кидаем под этот поплавок. А второй шар кидаем под тот поплавок. Недолго музыка играла. Буквально 10 минут. И опять поднялся ветер, и опять начался дождь. Это какой-то капец. Я уже обрадовался, думал, все, закончились мои мучения. Фиг там. Ой, блин. Ну хоть ветер не такой сильный. Уже радует, что хоть можно под зонтиком спокойно посидеть. Вроде бы даже что-то поклёвывает. Но волна такая, поплавки. Донки пока молчат. Ну если утянет под воду, пойду достану. Если нет, будем пережидать. Время уже около 4 часов вечера. Такое хорошее начало. На поплавки клюёт, на донки клюёт. И вот начался дождь, и всё прекратилось. Ветер, дождь, и погода поменялась тут же, как выключатель выключили. Только дождь заканчивается, вроде бы опять начинает клевать. Ну подождём. Капец, блин. Ветрище, дождина. Просто жуть было. Зацепился за камыши. Оторвал всё. По-новому поплавок, крючок, грузило. Делал, блин, под дождём. Весь промок, камера промокла. Не знаю, что там снимает. Ну да ладно. Продолжаем ловить. Ещё немного моросит. Будем надеяться, что сейчас закончится. Клюёт, клюёт, клюёт. Клюёт, клюёт, клюёт. Есть, есть сазанчик, сазанчик есть. Ой, блин. Отличный. Отличный сазан, блин. А подсак в другой стороне, твою ж мать. Ладно, будем пытаться без подсака, может. Как-то его дотянуть. За краешек губы, блин. Фиг я его дотяну, наверное. Ну, будем пытаться. Даже не знаю, что из этого выйдет. Так, тихо, аккуратненько ложим. Аккуратненько ложим. Аккуратненько ложим, достал. Сейчас покажу вам. Е-мое, без подсака. Подсак с этой стороны. А здесь вот эти у меня торчат. Фух. Ну что ж, вот такой вот красавец. А? Привет, рыболовное приключение. А вот такая вот рыбка. Ну что ж, да, они крупные. Но, все-таки красавец. Сазан. Отличная рыбка. Отлично. Отлично. Твою мать. Ни хрена не отлично. Смотрите, друзья. Что это было? Ёршик. Охренеть, блин. Так дёмало, так дёмало. Я уже довольный. Говорю, вот оно, вот оно пошло. Вот оно. Фух, блин. Ладно. Продолжаем. Ёршик, так ёршик. Вот что это у меня все. Клевало, клевало. Никак не мог поймать, блин. Ай, краснопёрина. Гигантская. Не наша рыба. Блин, такая хорошая поклёвка только что была. Ё-моё, так а... Хотя, вроде, ещё клюёт. Блин, и сюда добралось. Ах ты, зараза, малая. Короче, уже и здесь краснопёрка. Ладно, сейчас будем что-то мутить, думать. Друзья мои, есть, есть, есть. Есть поклёвочка, ладно, так может быть. Дотянем, дотянем, дотянули. Вот такой вот зеркальный карпик небольшой. Ё-моё, смотрю, что-то на плавок чуть-чуть, еле-еле шевелится. Думаю, дай попробую подсечь, подсекаю. И вот он, красавчик, небольшой. Ладошечный карпик. Но пойдёт хоть что-то. Уже не краснопёрка. Ну что ж, вымучил всё-таки. На эту удочку ещё не ловил здесь. Клевали всё время на ту. Что? Как-то вот так. Продолжаем. Твою ж дивизию. Так хорошо приподняло. Блин. Вы только посмотрите. Чудо-плотва. Плотвийца. Ну, хороший размерчик. Вы посмотрите, какая плотва. Это уже другое дело. Продолжаем. Отлично. Притопило капитально. Блин. Только забросил сразу уже фидер дербаня. Там, походу, пришла мелкая эта. Вот эта. Но всё же, смотрите, работает моя. Здесь фидерная кормушечка. Здесь поводочек. Инлайн. Всё. Ловим дальше. Друзья мои, смотрю, что-то притопило. Думаю, что-то я не понял. А тут смотрите какой. Охо. Омара поймал. Вы видели такого? Линь. Краснопёрка. Плотва. Сазан. И омар. Вот такой вот омарщик. Ну что ж, отлично. Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. Целый день они искали. Где же рака с рака? Вот такая рыбалка, друзья мои. Но мы не будем искать. Мы его отпустим. И будем ловить сазана. Латвийца хорошая. Зацепился за треногу, блин. Ну что ж, отлично. Всё-таки лучше, чем ничего. Друзья, колокольчики подёргивает. Смотрите. Зараза. То ли рак, то ли какая-то мелочёвка. Видите? Дубасит. О-о-о. И вот постоянно вот такие поклёвки вытягиваешь. Всё объело, рыбы нету. Что это такое непонятное? Я уже заколебался перезабрасывать. На поплавок хорошо. Дёрнуло, вытянул. Готово. А здесь вот эти вот микро-подергунчики. Ну это просто капец. Вот смотрите опять. О, уже посильнее. Ну что ж, сейчас попробую подсечь. Ещё раз, Дёрнет. Смотрите. Пустой крючок, ничего нету. Что делать, я не знаю. Как на эти донки крокодилы ловят? Надо учиться. Донка – это не фидер. Здесь голова нужна. Поклёвочка хорошая. Блин. Да что ж ты будешь делать? Ёлы-палы. Шикарная поклёвка. Выложил, повела. Но это уже был не рак. Ладно, друзья, будем заканчивать. Нам ещё собираться в сторону дома. Пока с Настей все собрать. Пока донести уже и стемнеет. А там ещё пока домой доберёшься, глядишь и рассвет встретим. Рыбалкой я остался доволен. Несмотря на дождь, несмотря на ветер. Всё было шикарно. Донки обновил. Краснопёрочку поймал. На поплавочную удочку тоже обновил. Поймал сазанчика. Поймал карпа. Зеркального карпа. Небольшого линька. Плотвичку. Рака. Я считаю, для вот такой вот рыбалки. Приехал в обед. Уезжаю в 9 вечера. Достаточно. Много, конечно, сазанов, карпов не наловил. Но всё-таки перелом погоды. Вчера 33. Сегодня 20. Плюс дождь. А когда дождь шёл, вообще, наверное, 15. Ветрище. Результат есть. Руки рыбой пахнут. Чего и вам желаю. Понравилось видео? Бахните, пожалуйста, лайк. Есть что сказать? Пишите в комментарии. Ну, а я поехал на очередные рыболовные приключения. Подпишись, и ты увидишь их вскоре. Пока-пока. Пока-пока.